ПЕСНЯ В итоге мы получили замечательную картину города Лепеля, и изнутри его, и извне, поскольку нам удалось поработать еще в нескольких соседних деревнях, мы получили такой многослойный, многоуровневый портрет еврейской жизни. Лепель по факту явился в этом году одной из экспериментальных площадок для группы, я надеюсь, молодых фотографистов, которые продолжат этим заниматься. Хотя мы с эпиграфической группой нечасто виделись в рабочее время, но на самом деле получается, что работа эпиграфиков оживляет и стимулирует нашу фольклорно-этнографическую деятельность, потому что кладбище как место, как образ обязательно фигурирует в городском фольклоре, и нам было как-то проще спрашивать о кладбище, когда уже в городе было известно, что происходят какие-то исследовательские работы. Особенности Лепельского кладбища, какие-то интересные находки, курьезы и так далее. В 1953 году была построена гидроэлектростанция, и многие надгроби оказались под водой, уровень бояры существенно поднялся. Практически второй день нашей экспедиции местный житель пришел на кладбище, которому жена сказала о том, что мы работаем, а жена прочитала на сайте Лепельбай. А на сайте Лепельбай написали, потому что пришел этот журналист Блукач, который нас познакомил с Валерией Тухто. То есть все тут так тесно взаимосвязано. И весь житель сказал, я знаю, где конкретно под водой находится на гробе, я с детства интересовался этим еврейским кладбищем, я выучил еврейский алфавит. В общем, это было, конечно, мистическое переживание. Это первый опыт такого рода, насколько я помню, у нас эльферских школ, чтобы из-под воды доставали камни. Эра подводной эпиграфики, она начинается, мне кажется. Мы спросили у Веры Андреевны, Вера Андреевна, а знаете ли вы что-нибудь, был такой хапун? Вера Андреевна посмотрела, как это обычно бывает, говорит, так, шнедерманы были, как они были, там такие-то были. Нет, хапуна не помню, не, не было. Я нашел где желтый домик, ага, там я в Рейджик живу. До сих пор, да? Нет. Ой, а как его зовут? Плют. Плют. Чего фамилия Плют? Завод мне. Не, правда, я его... Это Плют. Вы отчество не знаете его? Плют. Ну ладно, спокойно. А чье имя Плют, чья фамилия Плют? Плют и Плют уже. Ну, это местечко, знаете, довоенное, можно сказать, что оно было еврейским. По содержанию и по жизни. Проживало здесь более двух тысяч евреев. Евреев никуда не выглядели. Только, вот я говорю, обозначали дома. Им был приказ никуда не выходить после восьми часов, не общаться, не собираться группами, сидеть по домам. Все. Так жить. В 41-м году расстреляли евреев, 300 человек, расстреляли в Лукомле. Вот. В 41-м году уже расстреляли. Наше закрытое большое кладбище. И оно заканчивается, и стоит там этот обелиск расстрелян. То есть сразу за рекой налево это расстрельное место, а дальше и тоже налево. И уже за крестом, за границами до Ушачи, налево. Первая это дорожка, это на кладбище. Мы дети боялись всегда, ну, любого кладбища. А еврейское оно с этими, ну, с камнями такие, с надписи. Обихапор фейгалах, фейгалах, во зей пакен пейгалах, пейгалах, а и вunder, иббер вunder, види фейглах, пакен пейглах, пиди генер, клаймен шпеннер, види циген, киндер виген, пиди гейн, макен тин, види бэрн, штиппер кэрн, види оксен, броккет локшен. Дос из мира вудер, дос из мира вудер. Даже те, кто приехал, они не подготовлены, они продолжают достаточно усилий для того, чтобы здесь научиться. И в этом и большая нюансия, чтобы никто не побоялся учиться. В конец мы даже смогли прочесть, что написано облачками на ней. Словно, материал заслуживает публикации, мы надеемся, что, надеемся на совместный сборник с нашими коллегами и этнографами, который мог бы обобщить результаты исследований, проведенных в этом году на Лепещине. Более какого-то такого вот задорного, прекрасного, зачаровывающего дружеского общения, ну, как бы, трудно, по-моему, представить. И это большая заслуга Сейфера, что удается создать такой формат для общения. И мы действительно каждый год понимаем, что у вас появляются прекрасные новые друзья, коллеги, знакомые. И дай бог, чтобы, в общем-то, и дальше мы вот такими дружными командами в разных сочетаниях, но встречались еще в других интересных местах. Я думаю, что Центр Сейфер еще много нам перспектив предоставит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова